Ну вот и все, я выхожу на работу из своего жилища. Такое погожее утро. Вот адрес проживания Светлооселя. Вот по воле случая я как раз поселился в той части Борисполя, где я проживал еще самые первые годы, когда я только сюда переехал с родителями. Я сейчас покажу первый дом, в котором я жил в Борисполе, когда сюда вот попал. Сегодня до плюс 8 будет температура, думаю даже больше. Но я потом шапку одену, очень тепло сегодня. Вот это целый комплекс вот типа таких общежитий. Вот тут я поселился, очень дешево, 3500 гривен с коммуналкой вместе. То есть посчитайте это сколько в рублях, в долларах, как хотите. Тут находится даже не садик, а детский приют, типа как детский дом, садик. Я туда залазил играть раньше, когда мне было еще лет может 6, 7, может 5. А вот дом напротив, там где я жил, на первом этаже. Раньше назывался, улица была Мануильская. Ну, с тех пор как началась тут у нас в Украине борьба с всякими коммунистическими остатками, теперь она называется Скифска. Вот здесь, вот здесь я жил. Вот тут раньше были деревья, тут столик был, вот здесь зеленые окна. Тут мы снимали квартиру с родителями, еще с нами один дед жил, он потом помер. В этом дворике я научился кататься на велосипеде. Когда был маленький, все казалось таким большим. А сейчас смотрю, наоборот, все какое-то такое мелкое тут. Тут был муравейник огромный, помню еще. Ничего не осталось, конечно. Тут все выпилили, тут поставили забор, там был оврах, мы играли. Район называется Шанхай. Да, вам не послышалось, район Борисполь называется Шанхай. Почему так, я уж не знаю, может по своей какой-то дикости. Вот тут грибок помню еще стоит, вот железный грибок там с кольцами вверху. Не грибок, как ракеты назвать его. Я помню там еще в 5 лет нарисовал мелом всякие тумблеры под ним. Ну походу там уже ничего не осталось. Даже отсюда видно, ничего нету. Ну вот все, я иду сейчас на работу. Отдельно сниму, как я сажусь на попутку, еду. Потом в метро захожу. Ну и в Киеве уже на Подоле, когда я приезжаю. Очень тепло на улице, прям как будто весна пришла. И будет еще теплее к выходным. Ну может быть к Новому году что-то приморозит. А может быть нет. Все, слава Христу. Недалеко тут храм есть, буквально такой. Небольшая церквушка. Каждое утро включают колокола. Зачем, не знаю. Включает, на динамике играет. Для кого играет, людям оно ничего не понятно. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. А о проповеди евангельской нема нигде, никогда. Ну все, мне в ту сторону все равно этих дороги. Вот мои окна там. Вот оно. Первое, второе. Мне так посчастливилось. Там вообще однокомнатные все квартиры. А мне как бы... Я искал себя подешевле, чтобы одному жить без никого. С верующими-то не с кем жить. А с безбожниками жить-то не прикольно. Ну я нашел себе уже самый последний день почти за 3500 гривен. Вместе с коммунальными услугами. Почти двухкомнатная квартира. Ну только отличие, что туалет общий, кухня общая, душ общий. Ну это нечего. Я просыпаюсь рано все равно. Поэтому, пока я занимаюсь своими делами, все спят еще. Когда прихожу с работы, все уже тоже заняты своими делами. Никого нету. Пес бежит. Бродячий. Ну тут частный сектор. Можете сравнить, как... Ну тут скромненько-бедненько, да, люди живут. Тут забор с сеткой там, ну, видимо совсем пенсионеры какие-то. А вообще так, если сравнить, то частные дома жилые у украинцев гораздо побогаче, чем у русских. Каждый пытается свой дом максимально разустроить, разукрасить, заборы поставить, хорошие ворота. Тут бедненько. А потом дальше покажу дом, который пошикарней такой. Сейчас потом выйду к озеру, в котором я еще купался когда-то. Сейчас там почистили его. Туда, кстати, выпускал своего карася, которого словил в Киеве. Вот хороший дом такой, тут все, тут пес никак. Улица Льва Толстого. Того самого. Вот такой дом, домина. Тут попроще. Все, ну я иду сейчас очень неспешным шагом, сейчас я ускорюсь. Я обычно прохожу минут за двенадцать уже к остановке своей. Все, слава Христу. Ну вот, я вышел к этому озеру, которое я говорил вам. Называется, по-моему, Княжи сейчас. Еще тут лед был недавно, когда мороз здесь-то небольшой, хоть был-то минус пять. Сейчас полностью все растаяло. Там только вот немного льда осталось. Все. Там всякие промзоны старые, новые, заброшенные, незаброшенные. Вот, с недавних пор по всему Борисполи начали вот такую тротуарную плитку выкладывать везде причем. Все обновили. Но в этом плане хорошо, конечно, сделали они. Чтоб, ну вот, не пачкать ноги. Все-таки шестнадцать километров от Киева нужно держать статус. Рядом со столицей. Так и иду. Иду, думаю, молюсь. Размышляю. Что делать дальше? Выхожу на другую улицу. Ну, потом продолжу, да. По ходу дела зашел домой, где я раньше проживал в Борисполе. После того места, которое я показал до этого. Уже когда переехали в дом, который дали по работе. Хороший дом тут. Вот на первом этаже. Вот тут. Вот с балконом. Тут я жил долгое время. Тут я и прописан сейчас до сих пор. Вот с этого подъезда. Сейчас пойду ловить попутку на Киев. На автобусе ехать долго и дороже, но на попутке быстрее. Все. Вот так и иду. Тут с тех пор многое еще изменилось. Понастроили всего. Детских площадок по всему городу немерено. Игровых площадок. Деревья вот уже выросли, пока я был в России, вот почти пять лет. Вот эти деревья, они повырастали. Когда я уезжал, такого не было. Все повырастало. Там мост построили через оврах. Вот это там оврах такой идет. Ну, может метра два, два с половиной глубины. Но раньше он тянулся, тянулся, тянулся. Вот. Этого дома не было большого. Мы в нем детворой еще бегали, игрались. Эх, жалко батарейка чтоб не села. Вот так и иду. Деньги взял, проверил. С собой взял на работу поесть. Потом у меня там носки сменные. На работе у меня там душ, полотенце есть. Все. Абутый, одетый. Так и иду. Слава Христу. Прихожу дорогу, машина стоит уже ждет. Которая забирает. Идей не хватает. Вон там. Опель этот. Сейчас прямо в него я сразу и сяду. Даст Бог. И меня до метро Бориспольская, до метро Харьковская он довезет. Здрасте, до метро едет? Здрасте. Все так я еду отсюда. Доброго. Продолжение следует...